Рой Тебя Помни Вот срай Кто я? Господи боже Что за нах Помни И Говно Ничего не помни Что происходит? Блять Кто я? Блять Эй Эй Вы Так кто есть? Можете мне помочь? Никого не отпускай Что бы ни случилось Чувак, ты поехавший Но у нас 63 дня И как мне выживать без сотового и выхода в интернет? Черт, переживешь Мы молодежь, в лагере поживешь Кто это? Адам Голдштейн Адам Голдштейн Чудовище Ладно, что я знаю? Я Адам Что еще известно? Что здесь происходит? Что происходит? Дед Вы хоть понимаете, что делаете? Я гражданка Соединенных Штатов Из-за вас холодная война превратится в ебаный ядерный холокост Вы, похоже, нихуя не понимаете, что я вам говорю Вы шпионка, верно? Вот подсобите теперь матушке России Так, ладно Ого Я русский? Русский, русский Я молодой русский ученый? Со времен Холодной войны, когда меня и в помине не было Наверное, нет Вот так Я периодически здесь от мира скрываюсь Здесь тихо, мирно Ночью тут просто замечательно Ага, знаешь Тут клево думается Неподвижность воды так расслабляет Как медитация? Да, типа того Типа того Знаешь, у меня к тебе чувства просыпаются Это странно, да? Я чувствую родство Нет Это нормально 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 Джесси, я не хочу ранить ничьих чувств Ну Ясно Я, похоже, говнюк О, Господи Что с тобой случилось? Ну, похоже, мы вместе вляпались Что скажешь? Пардон Вот так Блять Я слышал, у тебя все еще бывают эти дурацкие и неприятные припадки Сильно пугают? Сколько тебе лет? Семь и три четверти Ты старше моей дочки Ей всего семь с половиной Мне нужно обсудить с родителями твое будущее лечение Ничего страшного Оно называется множественное иссечение коры головного мозга Это хоть и звучит внушительно, но на деле это всего пара крошечных царапинок Кайла, посчитай с десяти до нуля Тут промокни еще Весить Хорошо, доктор Девять Отлично, спасибо Восемь Делаем надрез пять миллиметров Семь О, нет Доктор, сильное кровотечение В и той равно Н четырех и пыль Кровь Н и той равно как минус амсет и пыль Нет, нет, нет Черт Ладно Доктор Бейкер И еще Воспоминания не мои Хуй с ним Сегодня особенный день Если честно, я не желаю больше слушать про эту извратскую тягу к обновлению статусов на Фейсбуке Особенный день Шутки шутками, но этим ублюдкам мелким Сегодня конец Сегодня день, когда люди со дна Наконец восстанут и возьмут власть в свои руки А у кого сейчас власть? У разбалованных засранцев Мы этим детишкам не указ Они же знают, что наказать мы можем их только на словах Так как стоит им только звякнуть Их папонькам И внезапно Кружки Билли больше не надо куйку свою прибирать Это придется делать мне Вот этими руками Так дело Билли Нахуй Билли, не в нем Ну в нем, но не только в крошке Билли А во всех крошках Билли Хватит их всех назвать Билли Блять, а как зовут того, кто под себя насрал Ой, не начинай про Пэроша Да, Пэрош Порториканец Он индус Походу ты не понял, о чем я О чем ты? Мы этих детей в жопу выебим Ого Кого ты там в жопу выебишь? Никого, Джесс Все путем Милая, ты сегодня хороша Эй Я ее обожаю Прям, блять, не верю, что она моя подружка Любовь на века Я гону Мы их просто водой обольем, так что Без нервов В жопу выебу Доброе утро, отдыхающие Надеюсь, вы сегодня кроссовки надели Потому что я, блять, по вашей душе иду Ковнюки мелкие Ну, видишь, наконец-то ты избавился от этих своих эмо-тараканов А хочешь, подручим друг другу? Чего? Да, побырел Какого хуя? Иди ты Я твой худший кошмар Боже мой, клевочек Да, по теме Ладно Кларк, я тебе тут сказать хотел Крошка Билли Ему не жить Боже мой, ты в порядке? Кажется, да Да Помой оно Помни Проклятье, а я не могу вспомнить, черт Адам, шевели мозгами И кто из вас дебилов, ебаных, РЛ Сирия и бросал в детей шарики с водой? Похоже, это были мы оба Ну, не совсем Мы оба бросали шарики с водой Если честно, мы вдвоем Мы бросали шарики эти, да, но Сирия орал только один из нас Иран, пидорва мелкая Ваши богатые родаки вас не спасут Это был лишь один из нас Я просто Ну не смог тебе угомонить Чего? Это ты, бля, и орал Ладно, ладно, Господи Иисусе Знаете, валите-ка нахуй Сними эту футболку, ебаную гадость какая У меня кошмары будут Хватит уже играть Спать пора Адам Нет, не вмешивайся Я тут и сам справлюсь Продолжай рисовать Не отвлекайся Что с этим придурком? Он меня пугает Ребята, давайте я вам историю расскажу А то вам с жучком это все боком выйдет Итак, барыш Ты как, по дому скучаешь? Нет Над тобой здесь издеваются? А, да ладно тебе Эй, слушай, веришь, нет? Но я не всегда был такой клевый Детишки постоянно надо мной угорали Но я... Тебя парить это не должно Просто дай им сдачи, ясно? Фу, чё это такое? Заткнись и давай спи В меня кто-то чем-то кидает Эй, пацан, заткнись нахуй и спи Пока я тебя не наказал Привет Извините А она в порядке? Ты про Кати? Ага Да, с ней все отлично Не считая ссадины на лбу, на которую я наложила четыре шва Четыре шва? Ага Черт Ну, а можно мне извиниться перед ней? А ты попробуй Но если бы ты мне так голову раскроил Я бы тебе жопу надрала Ладно Ты меня до усра... Напугал До усрачки? Ты чего так подкрадываешься? С головой проблемы? Прости меня Я тут... Нарисовал тебе кое-что Это ты Тебе голову раскроило и мозги вывалились Слушай, прошу тебя Уйди, я не хочу болтать Что? Но я же здесь извиняюсь Вовсе нет Тебе просто стыдно за то, что ты вел себя, как мудак и меня покалечил Мне жаль, что ты думал, будто эти каракули поднимут мне настроение Ну, пофиг, я хоть попытался Хорошо И попытайся на обратном пути никому голову не проломить, мудозвон Вот как? Усраться Для тебя ругательство, а мудозвон нет? Ну, пофиг Забей тогда, я не буду извиняться Иди нахуй Всем-всем Мы сейчас разобьемся И вас тоже нахуй Да-да, нахуй Господи Ага Боженька все видит Господи Ладно Кэти Мне правда очень жаль И ты даже не представляешь Как сложно было с подвернутой лодыжкой Эту записку сюда поставить Это вышло случайно Дурацкая случайность Произошедшая из-за дурака Это тебе твой дружок-мудачок занес Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Ты что делаешь? Я ужасно выгляжу Видал и похуже Мне хоть взглянуть можно? Нет А это разве не очередное извинение? Нет, и одного хватит, а это... Другое, для меня скорее Муда Звон Нравится? Да, очень Правда нравится Думаю, я и получше могу Да, я попробую прямо сейчас С моей прекрасной раненой Ага, спасибо Я знаю это Понимаешь, ранее До того, как я подвернул лодыжку Я нахуй тебя послал и все такое Так вот, я извиняюсь Спасибо Правда Правда, извини Ну, тянись Вот так Мне, мне как бы стыдно И мне Знаешь, обычно... Мне не нравится маты Обычно я и не матерюсь, вот так Ну, это слегка меня обидело Что я сказал, Дина Слегка или... Слегка, чуток Ну хорошо, блять Вообще, я тут кое-что приготовил для тебя Чтобы мы могли общаться друг с другом Привет, меня зовут Адам Я все время очень злой А это она? Ага Эй, ты Я тебе жопу надеру Надеру Ага Вот черт Будешь забежать моих детишек И я тебе ее надеру Извините На самом деле, я вас уважаю Будешь забежать моих детишек И как твоя... Твоя рана? Ну, она больше не болит Не сильно ее заметно? Мне хотели голову забрить, но я отказалась Не заметно? Нет Ты выглядишь... Ага, я в порядке Ты выглядишь здоровой Спасибо Пожалуйста Ну, я... Кэти Кэти Че за нахуй? О, боже мой У тебя с головой проблемы Это прикол такой? Господи Боже ты мой Ты чокнутая Ты бы себя видел Нет, это на самом деле смешно Очень Ты чего? Я же пошутила Я просто подумал, что вдруг с тобой что-то случилось Как бы... Например Чего? Чего тебя это волнует? Слушай В детстве Я потерялся в лесу Я пошел в лес, что был в паре кварталов от дома И заплутал там на пару дней И что ты там делал? Нашел бревно полое Залез в него Не помню, мне восемь было Какого хрена? Прости Это ужасно Тебе смешно, да? Ладно Извини, мой ржать, что-то совершенно не к месту Не к месту? Да это вообще худшее из возможного Я тут душу свою раскрыл У меня была эмоциональная рана Ида Один я не могу находиться У меня фобия такая, это смешно? Нет, я правда, прости меня Больше не будешь смеяться Прости Точно? Да, конечно Но ты сам виноват Ага Ну и ты тоже виновата Иначе у меня бы лодыжка была целая Ты спать хочешь? Нет, не особо А что? А что, если мы отсюда улезнем? Сегодня общее совещание Здесь никого нет Я иногда сюда люблю прийти Там расслабиться Знаешь, тут мирно и тихо Понятно А я думала Ты боишься оставаться один? Я к тому, что Да, но я люблю приходить сюда поразмышлять Знаешь, спокойная вода Она расслабляет Чего? Прости Извини, но ты знаешь, что здесь сток сортиров всего лагеря? Что за хрень? Чего ты смеешься? Я тут сказать пытаюсь Адам, прекрати, это же нелепо Я серьезно, я пытаюсь сказать, что я чувствую близость Адам Ладно Это все звучит мило, но Признайся, ты шутишь? Адам Ты не способен на серьезные отношения Я пришла сюда с тобой пообжиматься А потом мы пойдем спать Чего? Нет, Кэти Я хочу отношения, ясно? Я влюбился Ты знаешь, что девушки сплетничают? Нравится нам это дело И все знают, что тут твой секс-шалаш Мой секс-шалаш? Ага Знаешь У моего деда болезнь Альцгеймера И каждый день моя бабушка меняет дату в его газете Чтобы он не думал, что в морозен впадает Вот это любовь Вымышленная реальность, которую ты с кем-то делишь Кэти, я именно это и чувствую к тебе Нет, не это То, что у тебя, это просто горячка, вызванная юношеским переизбытком тестостерона Ты жаждешь пронзить меня своим членом И знаешь, это тоже неплохо, но это не любовь Вот это я в тебе и люблю Нет, ты Нет, Адам, даже не упоминай при мне это слово Ты совершенно не понимаешь, что такое любовь И как женщину это меня оскорбляет Я не хотел тебя обидеть Слушай, Адам Так, у меня предложение Ты никому не будешь такие вещи говорить Пока правда не будешь так думать Хорошо? То есть, правда иметь их в виду Как бы нутром чуять, что не сдержаться Что взорвешься, если не скажешь А до тех пор не надо Ясно? Обещаешь? Да, обещаю Блять Кэти, господи А еще тебе стоит надюгаться поменьше Ну, обжимаемся? Да, да, давай, то есть Ебать Лесная станция 40 Это лагерь Йеллоу Джеки Прием Лесная станция 40 Это лагерь Йеллоу Джеки Прием Лесная станция 40 Это лагерь Йеллоу Джеки Если там кто-нибудь есть ответьте. Лагерь Йеллджек. Говорит станция 40. Это ты, Кевин? Прием. Нет, Фрэнк, это Адам, прием. Мы тут на улице были только что. Вы там не видели, как что-то с неба упало? Прием. Йеллджек, связь прерывается. Можете повторить. Прием. Мы там детей по домикам развели. Я не думаю, что они уснуть смогут, но хоть под ногами путаться не будут. И там это срань. Самолет, самолет разбился возле лагеря. Прием. Нихуя не трогай. Какой стороне? Прием. Со стороны гор, кажется. Одна-две мили от нас. Прием. Ладно, Йеллджек, я отправлю Егерея смотреть место возможного крушения. А вы там сидите тихо, за детьми смотрите, чтобы никто не пострадал. Как меня поняли. Да, сэр. Мы все будем здесь. Конец связи. Но мы же туда съездим, верно? Я сомневаюсь, что там хоть кто-то выжил. Вот говно. Я здесь посижу. Бля, что тут случилось? Господи Иисусе. Ребят, усраться можно. Как-то это ебануто все. Приятел, чем здесь пахнет? Наверное, этим дышать нельзя. Фонь какая. Ребята? Ребята? Нам лучше уйти. Ёбаный Христос. Как думаешь, что там? Не знаю, приятель. Какие-нибудь секретные документы, доказывающие бог знает что? СРУшный, может быть? Или АНБ? Нет, нет. Мы не можем просто уйти и бросить это все на милость судьбы. Кейс нужно отвезти в лагерь. Ладно, к нам лучше уйти. Хватит уже. Эй, ребята! Ребята! Да нет, так, слушай. Он же открыт почти. Я просто посмотрю на документы и мы уйдем. Не трогайте кейс! Нет, что за... Вот говно. Адам, не трогай! Блядь, отвали, отцепись! Блядь, что за хуйня с тобой? Господи боже! Так, так, успокойся, не подходи. Мужик, спокойно. Что за хель? Что с ним за хуйня? С глазами что-то не то. Нет, нет, нет! Блядь! Ничего! Мужик, отвали! Ёбак, отвали от моего друга! Скорей, все в машину! Бегом, скорее! Что с ним за хуйня? Живо, живо! Все, давай, поехали! Говно какое-то! Ты в норме? Да. А он тебя задел же? Черт, валим отсюда подальше! А ты в порядке! Ты гад! Черт, уймитесь все! Берегись! Я в порядке! Да, в полном порядке! В полнейшем! Это случилось! Случилось в лагере! В 8-45 с оральным путем приняло 1 миллиграмм субстанции. После этого через несколько минут началась сильная рвота. За ней последовало потемнение артерии и темные пятна на теле. Что интересно, что предыдущие объекты этот вирус использовали для телепатического общения, но всегда были большие последствия побочные. Как себя чувствуете? Мисс? Как самочувствие? Объект не реагирует и абсолютно исчезла нервозность. Я рекомендую... Я в порядке. Это лишь воображение, просто фантазия, а я... Я, блядь, с мертвячкой болтаю. Во всех этих ёбаных воспоминаниях нет никакого смысла. Дурацкие воспоминания. Бессмысленные. Вообще. Доктор Бейкер. Привет, милый. Как операция прошла? Милый, как операция? «доблью и твои равно Н штрих и твои дробь М и твои ровно как минус АЗ И тои плюс БЗ. W-E-2 равно N-E-2 дробь N-E-2 равно как минус A-Z-E-2 плюс B-Z Джесс, шаришь мотание? Джесс, ты понимаешь, что это такое? Джесс, я не знаю. Я знаю. Ага. Да? Что такого? Это же лагерь. Чего тут все такие серьезные? Слушай, я понимаю, просто... Так, мне уйти? Нет. Нет, послушай, я знаю, что это ерунда, это так. Я просто не хочу ранить никого, понимаешь? Хорошо. Но пусть это останется строго между нами. Что за нахуй? Я только что свой член в себе ищутил. Джесс, свой же член! Блядь, я себя только что выебал! Что за нахуй? Я с ума схожу. О, Джесс. Не стоило нам туда ездить. Я такой дурак. Так лучше. Проклятие. Я, наверное, с ума сошел. Но... Могло быть хуже. Я мог быть один. Верно? Какого черта? Кэти? Кэти! Что? В чем дело? Приятель, я за ней не пойду. Кларк, какого хуя? Ей уже не помочь. Ты о чем вообще? Мы... Заткнись. Чувак, ты в отключке был. В полном отрубе. Ты не понимаешь сути происходящего. Я же тебе помочь хочу. Ты о чем? Он все еще там. Этот психопат самолета. Понимаешь? Эта хуйня ебаная. Которая напала на нас. Он склонился на Джесс. И срыгнул каким-то черным дерьмом ей в рожу. И он, блять, все еще там. Кларк, мы не можем ее бросить. Она же, блять, живая. Прошу, заткнись нахуй. Приятель, глянь, она же умрет. Он нас поджидает. Кларк, выпусти меня из машины. Это ловушка. Понимаешь, ловушка. Отвали от меня. Боже мой. Я вас предупредил. Обоих. Что это было? Просто животное какое-то. Идем. Адам. Кэти, идем. Я же пытался вас предупредить. Джесс. 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 Ты вся... Господи, Джесс, вставай. Я тебя держу. Они ее сюда тащат? Ну же, ребята, вы чего? Нет, 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 нет. Кларк, поезжай. Кэти, закрой дверь. Давай, уебина. Черт. Кларк, твою мать. Кларк, езжай. Давай. Черт, Кларк. Блядь, вот блядь. Придется идти пешком. Что? Осталось чуток. Меня тошнит. Кларк, дверь открой. Помогите, кто-нибудь на помощь. Нам нужна помощь. Джесс, Джесс. Господи, что это? Что нам делать? Что за хрень? Блядь. Помогите. Умоляю, помогите мне. А ты что за хуйню творишь? А че не видишь? Джесс, ляг. Хорошая идея. Кларк, помоги мне. Кларк, мне помоги. Так, что мне делать? Что за нахуй? Господи Иисусе. Кэти, что делать? Что делать? Я не знаю. Так, прекрати, прекрати. Стой, стой, стой. Адам. Жесс. Жесс. Лежи тихо. Лежи тихо. Мы видим все. Мы видим все. Мы видим все вокруг. Ужас? О, детка, мы найдем, кто тебе поможет, ясно? Нам помогать не нужно. Что? Нам? Кларк, наклонись ближе. Не надо. Наклонись же. Ближе. Стой. Лови. Что здесь за чертовщина? Никого нет. Телефон не работает. Черт подери. И снова здрасте. Объект 14. Как сегодня самочувствие? Мы совершенны. Опять это мы. Объект 14 вышел из кармана. Продолжительность карманов варьируется. И такое ощущение, что когда человек находится в кармане, то он освобождается от общения с другими. И освобождается от всех экспериментальных эффектов. В любом случае, хоть этот штамм и необычен, он просто дерьмо кусок. Что ты будешь делать, когда мы сломаем дверь и заберем тебя? Это маловероятно. Ты знаешь, кто он, чем он. Ты будешь ваню с ним. Ваш вопрос неуместен. Объект 3 вырвался на волю. А сейчас, пока мы говорим, освободились 8 и 9. Мы влонимся в это помещение через 13 секунд. Этим нас не остановить. Мы все равно войдем. Юрий, разве ты сам этого не хочешь? Ставь мирно. Время пришло. Тебе нужно решать. И вы подбросили. Ты же знаешь, что нас невозможно подчинить. Гори в аду. Уничтожение этого тела ничего не изменит. Мы проникнулись в комнату через 10 секунд. Надеть маски. Что за хуйня? Черт. Блядь. Давай, я помогу. Ну, что ты делаешь? Может быть больно. Готов? Да. Вот так. Ну, как было. Больно. Держи. Ребят, так что делать будем? Ну, ладно, в общем. Нам нужно взять фургон и детей вывезти. Интересный вариант. Ага, конечно. Кларк? Может, у меня есть другое, что? Слушай, мы же их тут не бросим. Так, я просто сказал, что у меня другой вариант. Это, блядь, нечестно, Кэти. Ты меня даже не выслушала. Кэти, перестань. Кларк, что у тебя на уме? Я просто хочу, чтобы вы не думали, будто мой план основывается на реакции Кэти. Серьезно, что ты придумал? Все просто, мы тут в полной жопе. Кларк, твое предложение. Нахуй детей. Что? Я на такое говно не подписывался. Кларк, серьезно, нахуй их. Нельзя взять и сказать нахуй, ясно? Они всего лишь дети, надежда лишь на нас. А я могу сказать нахуй и могу повторить нахуй их, нахуй, нахуй. А я этот вариант даже рассматривать не стану. Я же говорил, ты предвзято отнесешься. У нас тут 150 детишек младше 13 лет, и ты хочешь, чтобы мы их просто бросили? Да херня это все. Кларк, ты чего? Приятель, ты не врубаешься? У нас тут как в ебаном, повелители мух. Взрослых нет. Мы сами взрослые, что ты несешь? И что? Это должно нам как-то помочь? О, господи, я... Я сдаюсь. Все. Гаймога. Мы только что привязали мою заблеванную подружку к ебаному стулу, чтобы она перестала на нас рыгать каким-то черным говном. Очнись, чувак. Господи, тут что, под штуку градусов? Кларк. Слушай, прости, что он такой. Чего? Ты прости, смеяться тут не над чем. Давай отсюда выбираться, ага? Да. Будем держаться вместе. Мы вытащим этих детишек, верно? Нам всем не терпится узнать, как все обернется на этот раз. Что это еще за мы? Скоро ты все узнаешь. Слушай, Кларк, чувак, глянь на меня. Мы отсюда уходим. Ты с нами? Заткнись. И чего тебе, блядь, так весело? Вы все такие предсказуемые. Кларк, ты чего? Мы один хоть трупы. Кларк, мы уходим, ясно? Мы оставим тебе метлу. Она ее обожает. Пойдем отсюда. Ты можешь нас развязать? Мы больше не нападем. В этом больше нет нужды. Ни за что. А мы думаем иначе. Мы уже внутри твоей головы. И тебе уже ничего не поделать. Не будь как те, кто отказывается от нас. Я тебя не слушаю. Нет. Слушаешь. Ты слушаешь, потому что она тебе важна. Твои эмоции тебя ослабляют. Полицейское управление Ривера. Говорит Адам Голдштейн из лагеря Йеллоу Джекет. Есть кто на связи? Прием. Полицейский участок Ривера. У нас беда. Отзовитесь. Прием. Детка, посмотри на меня. Что с тобой такое? Почему ты так разговариваешь? Мы тебе еще расскажем. Ты сейчас очень расстроен. Расстроен? С чего мне расстраиваться? Все так предсказуемо. Меня ничто не злит и не тревожит. Кроме того, ударами тлой. Когда мы были беззащитны. Это была глупая выходка. Но ты... потом... понял, что тебе не разрешают самому принимать решение. Полицейское управление Ривера. У нас беда. Отзовитесь. Прием. И снова привет. Прием. У нас тут беда. Прошу вас, ответьте. Вам нечем тревожиться. Прием. Нам нужна эвакуация. У нас тут больше сотни детей. Прием. Не тревожьтесь, начинайся. Мы в порядке. Прием. Попробуй зацепи. Я занималась сексом с Адомом. Заткнись. Ей надоело тебе надрачивать. И она его соблазнила. Его член был побольше твоего. Подумаешь, подрочила. Мне не с чего расстраиваться. Но она с ним переспала. И он оказался... лучше среднего. Слушайте, у нас тут беда. Нужна помощь. Мы извиняемся за то, что вы перешли. Но скоро все закончится. Прием. Ты лжешь. А жемли мы? Или же ты искал Джефф в среду вечера, но не мог найти, потому что она была у озера с Адомом? Ладно, мне пофиг. Видишь, я в порядке. Я в порядке. Не удалось меня сломать. Это глупо. Мы счастливы, ты в порядке. Мы рады, что тебя это не задело. Потому что потом у Джесса это все из головы не шло. И она мастурбировала, вспоминая. Это можно понять. Он симпатичный парень. Это можно понять. Вполне. Это можно понять. Можно ли? Что? Нахуй они это сделали. Хорошая обезьянка. Мотор, не глуши. Я детей приведу. Адам? Береги себя. Доктор Бейкер Кто-нибудь из вас знает, что это? Никто? Это часть, выведенной Прайсом, модели эволюции альтруизма. Повторенная восьмилетней девочке в бессознательном состоянии. Почему же укасающие мысли этой девочки идентичны тому, что знают лишь изучающие Прайса? Этот момент навсегда изменил мои представления об исследованиях разума. Я назвал это феноменом Кайлы, означающим объединение памяти или данных, вам не принадлежащих. И есть бесчисленное количество проявлений феномена Кайлы. Например, есть шестилетняя девочка из Кентукки, которая не брала летных уроков, но смогла приземлить небольшой самолет, когда у отца сердце прихватило. А этот пациент смог описать во всех подробностях свадьбу брата, хотя был на расстоянии в две сотни миль в состоянии комы. И это не научная фантастика, а реальность. Мне нужен небольшой град на продолжение исследований и локализацию причин данного феномена. Вы только представьте, как подобный обмен опытом изменит наше будущее или объединит наши мысленные усилия для решения сложных задач. И забудьте это уравнение, мы буквально можем добиться того, что каждый из нас будет чувствовать то, что любой из нас чувствует в конкретный момент. Вот она, истинная, всеобъемлющая социальная сеть. Весьма впечатляюще. Извините, я что-то не припомню вас. Доктор, у нас есть кое-что, на что вам будет интересно взглянуть. Адам застрял в лагере. Адам застрял в лагере. Что за хрень? Мы прерываем передачу. Адам! Ты где, блядь? Переш? Пожалуйста, оставайтесь дома и ждите инструкции от правительственных служб. Это не учебная тревога. Повторяю. Как же так? Что за нахуй? Прости, приятель. Господи. Пожалуйста, оставайтесь дома и ждите инструкции от правительственных служб. Это не учебная тревога. Катя! Катя! Катя, Кларк! Где она? Скажи, где она? Не надо так тревожиться. Она же не одна. Все-таки она же не одна. Кларк? С ней Кларк? Все мы вместе. Через поле бежим. Плачет. Ноги не держит. Долго она не протянет. Скажи, где они? Запнулась. Ой. Ну вот и все. Бедняжка. Кларк сверху нее. Она напугана. Но скоро все кончится. Прекрати это. Останови. Все это. А что я с ней могу сделать? Все кончено. Вот так просто. Иди ты нахуй, что ты с ней сделала? Мы ее улучшили. Скоро она будет с нами. Так ведь куда лучше. Сам увидишь. Она мне что-то говорит. Что? Джесс. Что она говорит? Адам, беги. Пожалуйста, скажи. Блядь. Адам. Адам. Заткнись. Адам, впусти нас. Адам. Мы знаем. Там написано нас не впускать. Адам. Не обращай внимания. Нам надо поговорить. Спасибо, обойдусь. Адам, расслабься. Если бы мы хотели тебя убить, то подожгли бы здание. Кларк, уйди. Ты же ничего сделать не сможешь. Так или иначе, мы попадем внутрь. Ты можешь все упростить, открыв дверь. Мы скажем, что хотим сказать. Затем уйдем. Мы даем наше слово. Выкинешь какой номер у Рою? Все, стой. Бедный Адам. Все тот же потерявшийся мальчик. Прячущийся в бревне. Где она? Так дело только в этом? В том, что ты потерял свою подружку? Тебе кажется, что все под контролем? Мне кажется, если я не узнаю, где Кэти, содержимое твоего черепа будет размазано по ебаному полу. Ненавидишь нас за то, что мы Кэти забрали? Это было не сложно. Ты же бросил ее в фургоне. Я не бросал. Бросил. Нет, не бросал. А когда мы ее нашли, она была одна. Она была напугана. Нет, заткнись. Заткнись. Ты ее не защитил. Ты ее там бросил. Она была так напугана. Ты мог ее защитить. Что происходит? Ты мог ее защитить, но бросил ее саму по себе. Когда ты ушел, она умоляла. Прошу, не обращай меня. И именно я это с ней сделал. Как ощущения? Ты ощущаешь, что потерял того, кого любил? Мы обнаружили, что сильная ярость и лучший способ вернуть тебя из кармана. Глорк. По правде, я тебя не ненавижу. Я люблю тебя, как брата. Правда? Да. Но у меня послание. Передай его своим маленьким друзьям. Я хочу, чтобы они это увидели. Я ее найду. Давай. Высвободи свою ярость. А во мне ее нет. Вот черт. Где я? Блядь. Вот черт. Что за нахуй? Джесс. 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 Сиди смирно. Я тебя не знаю. Блядь, Джесс, смотри на меня. Я Адам. Прошу, скажи, где Кэти? Я не знаю. Я не знаю. Как я тебе? Ты просто красавица. Адам, тебе лучше уйти. Нет. Тебе нужно выбираться отсюда. Ты можешь спастись и жить нормально. Нет, Кэти, я тебя не брошу. Знаешь, я в тебе ошибалась. Знаешь, вовсе нет. Если бы это случилось на той неделе, я бы уже был в горах с пирожком в зубах. Ожидаю, когда меня Нацгвардия спасет. Как мило. Ага. Знаешь, нужно все равно заметить, что с другими девушками я в такую беду не попадал. Прости, что я испортила твою жизнь. Ничего, ничего. Я бы ее все равно просрал. Все нормально, Кэти. Мне страшно. Я знаю. Знаю. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 1984-го связан с 2014-м Есть штука под названием «Карман» Но я без понятия, что это Черт! Я должен все вам рассказать Произошло что-то невероятное И в одно мгновение я увидел Всю свою жизнь Какая черная она Как она становилась все чернее Это зло И потом оно Оно у меня перехватило Я стал его рабом Я уже был на краю гибели И вдруг он Ко мне пришел И меня спас Я не хочу больше делать зло Я хочу делать только добро Все это ведь связано, да? Доктор Бейкер Ладно Вот здесь вы и будете работать Вы можете запросить столько помощников, сколько пожелаете Через нас, разумеется И персонал, и материалы, и любое оборудование Все, что нужно Только скажите Я достану, как смогу Помните, мы правительство И скорости у нас соответствующие А там вот все записи По прошлым экспериментам Я не знаю русского Ага Вот Здесь перевод Предварительные результаты воодушевляют Пациенты телепатически связаны Они смогли разделить память и мысли И стали единой личностью Действуют, как единый рой Личные нужды, позабытые В редких случаях пациенты способны Отделить себя от роя На непродолжительное время Я назвал эти отклонения карманами В эти периоды возрождается их индивидуальность Они страдают от дезориентации И потери памяти В большинстве случаев Пациенты уходили в карман После столкновения со внешним стимулом Которым являлся объект эмоциональной привязанности Это записи 20-ти лет недавности Скажите, откуда они? Из замрошенной советской программы Эти коммуняки там херь всякую творили Эти коммуняки там херь всякую творили Вы подхватите их исследования А что это у нее на коже? Побочный эффект от вируса Мы надеемся, что вы сможете его устранить Но... Не это наша главная цель А моя теория О скрытой взаимосвязи наших разумов Моя работа это создать решение На случай грядущих катастроф Понимаете? И когда мне начать? Срань какая Я могу проникнуть в воспоминания любого Черт подери Я вижу все Я вижу все вокруг Чем больше умов объединено Тем мы более схожи Вот формула идеальной жизни 16 часов в день на ногах 30 минут в день Зарядка 137 минут с близкими 7 минут сексуальной активности Сплошная мутировавшая масса Движимая одной целью Совершенство Я все еще один из них Ладно Я отсоединился Но я все еще один из них Но я помню В этот лагерь я ездил с самого детства Я постоянно искал внимание женщин Чтобы избежать одиночества Я трахнул девушку лучшего друга Я мудак раскроил Кэти Череп И не смог ее защитить У меня 288 друзей на Фейсбуке 215 друзей на Инстаграме И воспоминания 7 миллиардов людей В одной моей ебаной башке Надо сосредоточиться Если сосредоточусь Смогу вспомнить что угодно Хираси Я же Я могу вспомнить что угодно Прям как Гугл Нужно только сосредоточиться На чем-нибудь Ладно, хватит Кэти, Кэти, Кэти Что происходит? Что с ней такое? Подожди Ты же смогла прийти в себя, верно? Значит, если ты смогла Она это сможет повторить Но я не понимаю, о чем ты Джесс, что случилось? Прошу, скажи Что ты сделала, скажи Я не знаю Я что-то почувствовала Я, блядь, была не в себе А потом Вспомни Я Я увидела 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 лица Твое лицо и ее А потом, не знаю Очнулась на этом стуле Привязанная к стулу Погоди Если вспомнить Что-то из своей жизни Что-то трогательное То можно вернуться? Джесс, мне нужна твоя помощь, ясно? Хорошо Нужно выбираться из этой сране Пока хуже не стало Хорошо Доктор Бейкер Очередной соискатель Уже у вас в кабинете Как раз его ждал Хорошо, сейчас подойду Но он бы мог вовремя прийти И что дальше? И что дальше? Мы подождем Привет, я доктор Бейкер А вы? Меня зовут Юрия Простите, я думал вас зовут Я Юрий Хорошо, с условиями работы Вы знакомы? Я сюда не за этим Я не понимаю Но мы здесь очень заняты Так, я Юрий Да, я понял Егоров Доктор Егоров Когда Кэти превратится Нам нужно Напомнить ей о чем-нибудь Чтобы она вернулась Ну, как ты? Не получится Почему? Не успеешь! Ано тебе бейся У меня к вам столько вопросов Я прочел ваши записи Этот вирус потрясающе устойчив Доктор Бейкер Я знаю, к чему все идет Пациенты станут враждебны И будут распространять вирус Их интеллект и сила разума Куда больше наших Их невозможно контролировать Это Зло При всем уважении, доктор Мы не согласны Нельзя что-то обозвать злом Лишь потому, что вы не смогли это подчинить Я изучал ваши работы не один месяц Мне казалось, вы гений Доктор Бейкер, что такое? Я не знаю русского Это Означает Конец Господи, прости меня За все грехи Блять Вот дерьмо Кэти Кэти, не отключайся Кэти Кэти, я разобрался, что к чему, ясно? Я знаю, как тебя вернуть Кэти Кэти? Мы тебя ждали. Так, Кэти, послушай меня. Ты можешь выбраться. Просто вспомни, кто ты такая. Вспомни, что для тебя важно. Мы знаем. Мы тут, чтобы сказать. Мы изменим весь мир. И мы меняем. Разум в тебе пробудится, и ты вернешься к нам. Адам, так ведь куда лучше. Ты же видишь. Ты больше не будешь одинок. Нет. Нет. Мы знаем, чем этот разговор закончится. Ну же. Ты совершаешь глупость. Важно, чтобы ты выслушал нас до конца. И как разговор окончится? Ты разобьешь голову Кэти вон той битой. Ты типа умнее меня. Тогда где все остальные? Почему вы еще не спалили тут все дотла? И вы видели, что я сделал с Кларком. Чего не прислали своих маленьких дронов, чтобы они его спасли? Ты для нас не опасен. И это тело не особо важно. Мне важно. Мы знаем. Знаешь, когда я впервые сказал о своих чувствах, до того, как все это дерьмо случилось, тогда это было неправдой. Вы не так умны, как думаете. Вы ошиблись насчет битая. Так, Адам. У меня предложение. Ты никому не будешь такие вещи говорить, пока правду не будешь так думать. Хорошо? То есть, правда, имейте их в виду. Как бы нутром чуять, что не сдержаться, что ты взорвешься, если не скажешь. А до тех пор не... Не надо. Ясно? Кэти, я люблю тебя. Ладно. Скорее всего, мое сердце запустило разряд тока, и затем я очнулся в больнице. Он же, блядь, помирает! Помирает! У, ёбки! Сверху! Сверху! Давай, давай! О, господи! Надо же. Ладно. Надеюсь, получится. Раз. Два. Три. Кэти, очнись! Кэти! Кэти, очнись! Прошу тебя! Охереть! Кэти? Боже, получилось! Ну, сядь! Сядь! Давай! Просто дыши, дыши! Все хорошо? Все в порядке? Кэти! Сосредоточься на дыхании! Доверься мне, доверься! Кэти, прошу тебя! Бля! А кто такая Кэти? И ты, блядь, кто такой? Ты материшься. Это уже хорошо. Адам, постой. Адам, постой. Когда приходишь в себя, у тебя нет воспоминаний. Ты не понимаешь, кто ты и где находишься, так что нужно себе оставить записку, как напоминание. Пожалуйста, не вынуждай меня это делать снова. Кажется, я сам могу вернуться. Прошу, объясни, что за чертовщина здесь творится? Ты начнешь все понимать, когда к тебе вернутся твои воспоминания. Вот черт. Нам нужно уебывать с лазарета. Ладно. Там фургон на парковке. Это лучший вариант. Поедем к грунтовке, и, возможно, нас не заметят. Я даже не помню. Кэти, Кэти, Кэти. Ты мне просто доверься, ладно? Все будет в порядке. У нас тут маски есть и перчатки. У сестры в столе. Наденем их перед выходом. Хорошо. Пойдем. Не впускай никого, что бы ни случилось. Пиздец. Я тебя запомнил. Запомнил. Я уже чем-то захвачен. Никому не двигаться. Делайте, что он говорит. Назад, назад. Хорошо. Отдайте мне образцы. Все сюда. Не надо так. Доктор Бэйкер, если вам жить не надоело, я рекомендую сделать все, как я говорю. Все в чемодан. Это все, что у вас есть? Да, да. Это все образцы? Я-я! Да! 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 Доктор Бэйкер, Идем. Валим отсюда нахуй. Фургон сзади. Стойте! Кэти, беги в фургон. Юри, постойте. Вы не понимаете. Бог из нас встречи. В самолет! Христом Богом прошу, в самолет! В самолет! В самолет! В самолет! Иди! Хорошо, вы победили. Я сдамся. Блин! Я должен помнить Кэти. Залезай! Запомни ее. Пожалуйста, не забудь Кэти. Запомни, Кэти. Я отдам. Я не могу. А downloaded... Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Может, я и соврал. Но скоро она все вспомнит и поймет. Она вспомнит, с какой скоростью и напором Рой распространился повсюду. Она вспомнит, что последние бастионы человечества пали. Она вспомнит последние пять дней, что провела запертой в лазарете, терзаемая голодом, ожидая, когда я войду в карман, чтобы спасти нас. И она поймет, что нам идти некуда, и что я ей соврал. Все вовсе не в порядке. Но сейчас у нее еще есть надежда. Кэти. Она однажды сказала, что любовь — это вымышленная реальность. И вот я ей ее создал. Я. Девя. Девя.